Венгрия призывает к мирным переговорам по ситуации в Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярта во время международной конференции «Евразийская безопасность. Реальность и перспективы в трансформирующемся мире», которое проходит в Минске. И мы, граждане Венгрии, не хотим, чтобы умирало больше людей. Мы не хотим, чтобы люди умирали и дальше. И мы не хотим, чтобы происходили дальнейшие разрушения. По мнению главы МИД Венгрии, обстоятельства и условия мира между Россией и Украиной не сложатся сами собой. Мы считаем, что условия для мира лишь ухудшатся со временем, потому что с каждым новым днём, пока идёт эта война, умирает ещё люди и разрушения множатся. Также он уверен, что война на территории Украины не имеет решения на поле боя, а эти действия несут только смерть и разрушение. «Решение построено вокруг процесса переговоров. Оно за переговорным столом». Тем временем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отличился новым громким заявлением. На этот раз о членстве его страны в Европейском Союзе. Орбан обвинил ЕС в том, что он хочет лишить Венгрию идентичности путём навязывания модели либеральной демократии. По его словам, сами венгры эту модель отвергают. Примечательно, что это произошло 23 октября в годовщину начала восстания против коммунистического режима в Венгрии, которое было полностью подавлено советскими войсками. Также Орбан добавил, что Брюссель – это не Москва. Мол, Москва была трагедией, а Брюссель – это плохая современная пародия. Отметим, Орбан стал первым лидером Евросоюза, который встретился с президентом России после того, как в марте этого года против него был выдан международный ордер на арест в связи с военными преступлениями. В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что членство его страны в ЕС похоже на советскую оккупацию. Венгрия много знает о советской оккупации. К сожалению, Венгрия много знает о том, что такое оккупация. Я помню Будапешт 1956 года с русскими танками на улицах. Мне было 9 лет. Так что он должен знать, о чём говорит. Он добавил, что не видит никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлимоне и отметил, что никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Субтитры создавал DimaTorzok